Сейчас в Тверской области введен масочный режим, поэтому представители контролирующих органов проводят проверки. Накануне наш телеканал рассказывал о рейде с сотрудниками управления Роспотребнадзора в торговом центре. А в этот вторник наша съемочная группа отправилась проверять аптечные сети с представителями Министерства промышленности и торговли. Наталья Чекет продолжит. Первое место, куда нагрянул представитель Минпромторга, аптека в самом центре города. Работники охотно отвечают на вопросы проверяющего, сообщают о количестве масок в магазине, их стоимости и наличии на складе. А многоразовые есть? Да, в достаточном количестве разные. Следующая точка – магазин крупной торговой сети. Здесь тоже все на месте. Средства индивидуальной защиты, антисептики. По отдельности у вас нет масок? Отдельно, по штучному, только многоразовые. Только многоразовые, да? Но также для наших покупателей на входной группе есть одноразовые, которые мы предлагаем в случае, если покупатель пришел без нас. Как рассказывают фармацевты, сейчас среди горожан не наблюдается ажиотажного спроса на средства индивидуальной защиты, как было весной этого года. Это связано с тем, что многие люди запаслись масками заранее. Еще одно место проверки – аптека на окраине города. Тут представители Минпромторга решили выяснить наличие достаточного количества антисептиков. Хорошо, а антисептики? Антисептики представлены. Вот у нас там литерина, где-то вторая касса. Хорошо, сейчас посмотрим. Так, маски по 12 рублей, правильно? По итогу рейда дефицита масок и антисептиков не было обнаружено. Однако, если такая ситуация возникает, представители министерства обратятся к тверским производителям за помощью. Если возникают какие-то сложности, вопросы, то все равно прорабатываем с руководителями торговых точек, аптек и всего остального, чтобы в ближайшее время у них все появилось. По словам губернатора Тверской области Игоря Рудени, сейчас правительство региона внимательно следит за тем, как формируется в Верхней Волжье запасы необходимых лекарств, средств индивидуальной защиты, усилен мониторинг и меры профилактики. Напомним, что с 12 октября в регионе введено обязательное ношение масок в местах массового скопления людей. Это торговые центры, магазины и общественный транспорт. Принятые меры должны помочь снизить количество заболеваний, уверены медики. Во всяком случае, в первую очередь, тот, кто болеет, нанося маску, он предотвращает заражение других. А те, кто не болеют, но носят маску, во всяком случае, у них есть шанс не заразиться. Люди, которые игнорируют санитарные требования, в условиях режима повышенной готовности власти могут привлечь к административной ответственности. Об этом напоминает управление Роспотребнадзора по Тверской области. За нарушение масочного режима предусмотрено предупреждение или возложение штрафов. На граждан в размере от 1000 до 30 тысяч рублей, на должностных лиц от 10 до 50 тысяч рублей.